Один из самых светлых праздников – День Учителя. За десятки лет профессия изменилась, но самое главное осталось прежним – это любовь к детям. Сегодня десятки тысяч педагогов по всей стране принимают поздравления, цветы и подарки, а их выпускники вспоминают, как впервые встретились с их проводником в мир знаний. Скажите, вы помните своего первого учителя? Конечно. Какой она была? Новая Карина Александровна, самый первый учитель наш, с первого по четвертый класс. Опишите вот по характеру, чем она вам запомнилась? Она, во-первых, она была очень красивая, для нас тогда вообще была красавица. Она очень добрая была, спокойная. Я даже не могу описать, вот как мама. Помню, но это был 47-й год. Какой она была? Она была, во-первых, уже пожилая, я помню. Я ее очень любила. Ну, тогда жизнь другая была. Знаете, даже вот сравнить не с чем. Как же ее звать? Ну, это сложно. Сейчас это Евдокия Тимофеевна, по-моему, да. Чем именно вам запомнился этот учитель? Этот учитель, ну, наверное, в первую очередь с добротой. Очень профессионализмом, наверное, своим. Ну, я многому обязана ей. Спасибо ей большое. Дай Бог ей царствия небесное. Помните какой-то смешной случай, связанный с ней? Может быть, как в первый раз пришли в первый класс, или какой-то первый урок с ней? Это, наверное, не самый смешной. Как-то она на меня накричала, я перенервничала, и у доски упала в обморок со скамеечки. Сейчас смешно, но тогда не было смешно. Как звали? Каким был учитель? Ну, строгим. Таким вот, знаете, такой старой советской закалки, когда сидеть строго, все это. Ну, хорошо с временами, да. Да, Аслана Владимировна фамилию просто забыла уже. Какой она была? Добрый, естественно. Очень нас любила, первоклашек. Мне казалось, очень хорошо преподавала. Вот до сих пор ее помню. Ее предмет, особенно математика, мне нравилась. А пишите, какой она была? Умная, красивая, положительная. А как зовут, помните? Ольга Владимировна Тихомирова. Ей привет. Уроки, которые нам прививают в школе, они не только научные, но и жизненные. Какой-нибудь такой урок извлекли? Трудно сказать. Наверное, товарищество. Как-то в те времена нас приучали к этому коллективизму, взаимовыручки, понимания, взаимопонимания. Сейчас я не знаю, есть это или нет, учат этому или нет.